Закончились мои незабываемые командировки по инстаграмным делам, наснимался вдоволь, кто следит там за мной молодец, кто нет, то пускай подписывается, ну а сейчас пора и этому блогу уделить внимание. Итак, я все думал, с чего же начать? К сожалению, это обновление не принесло никакого нового контента. Единственное, что было это тизер новой ветки на открытом тесте, но я пропустил, поэтому нет смысла загоняться по этому поводу. Я предварительно провел несколько стримов и в основном игроков интересует, что качать и что купить, поэтому начнем сначала с чего ждать и купить, а затем что качать. Короче, топ 5 самых нужных и крутых принт-танков в 2021 году. Погнали! Открывает наш топ французский средний танк Револьвер. Или проще говоря, Револьвер. На самом деле на его место мог бы попасть абсолютно любой достойный прем 8 уровня. Китайская ПТ-ВЗ или там Акула, например. Но вот как-то среди всех мне он показался наиболее фармящим и легче реализуемым. Почему? Ну, как вы помните, все недавно этому танку апнули Альфу, что повысило ДПМ и повысило его эффективность. Теперь Револьвер раздает конкретные аплюхи, которые в среднем снимают по 350 урона каждый 8,5 секунд. Нормально так, да? В целом, такое положение вещей дает почти 2500 урона в минуту и для среднего танка 8 уровня это круто. Вот прям действительно круто. Такое сочетание КД и Альфы в настоящий момент самое оптимальное в нашей игре. То есть, понятное дело, что строчить как пулеметчик по КД не получится. Поэтому вылезти и впороть как следует гораздо оптимальнее. Более того, помимо прекрасного ДПМ и Альфы, француз имеет хорошее пробитие в 200 мм и комфортную вену. Конечно, не могло обойтись и без минусов. Они есть. К примеру, броня. Если по чесноку, то Револьвер зе картон. Борта, карма... А все это имеет смешные миллиметры и пробивается фугасом. Поэтому играть надо аккуратнее. Особенно учитывая размеры стэшки. Они гигантские. Но если не лезть на амбразуру, если быть немножко хитрее и аккуратнее, то этот танк с легкостью раскидывает противников. Естественно, в конце боя француз хорошейчно пополнит вам казну. К сожалению, мне сложно показать, насколько хорошо это было бы при победе, ибо за час ни одной. Вечно я подвожу команду, настреливая много. Но и на сливах можно весело фармить. Поэтому увидите этот танк в продаже, смело приобретайте. Далее, Progetto 46. Или Progetto, неважно. Отличный итальянский танк, как и их спорткары. Он получился с характером и требует определенных умений. А главное, внимание. Основная фишка Progetto это систему дозарядки, которая в любом тупом ПВП с одноклассным танком дает максимально возможное преимущество. Сначала вы разряжаете как бы барабан, а потом переходите на обычный цикл с КД в 6,5 секунд. Да, для его Альфы в 1040 такое себе КД долговатый, но в рамках ХП среднего танка 8 уровня полученное преимущество спокойно нивелирует его. Плюс хочется отметить, что сам танк быстрый, маневренный, довольно точный, с хорошими УВНами. В общем, идеальная машина для убийств. Умелых руках, конечно же. Но не забываем и про минусы. Progetto это картон. Хоть участки для пробития фугасами не такие большие явные, но все равно очень часто он залетает, что очень, очень сильно огорчает. 80 мм во лбу мало какие снаряды остановят. Ну, а про борта и корму вообще нет смысла говорить. Но это не все минусы танка. Что еще сильно подпаливает пукан, так это пробитие. 180 мм на 8 уровне это какая-то шутка, что ли. Получается, надо долбить либо голдой, либо исполнять что-то хитрое и красивое. Именно поэтому вначале я подчеркнул, что необходимо проявлять внимание и умение. Иначе вы будете скакать под жеребцом, а не на нем. Если все же у вас получилось совладать с танком, то за средний бой он принесет от 70 тысяч серебра. А в отдельных случаях гораздо больше. Поэтому танк годный, однозначно по праву заслуживает место в топе и в вашем ангаре. Ну, чем дальше? Ну, конечно же, Химера. Это вообще отдельная опера. Уникальнейший в своем роде танк, который интересно играется, фармит и подходит даже для рейтинга. Вся его фишка заключается в альфе. 440 за выстрел. Для танка, который развивает скорость в 50 км в час, который имеет прекрасную маневренность, у которого есть броня в башне и у ВН в 10 градусов, это круто. Вот прям реально круто. Да, когда не радует 13 секунд, но все равно даже на первой линии можно спокойно переждать эту паузу. Так как стрелять мы будем относительно редко, для СТ, тем более, то данный прем вообще хорошо подружится с новичками. 3-4 попадания и почти 2000 урона уже в копилку, что в нынешних реалиях считается чуть ли не настрел статиста. Да-да, если трезво смотреть на все, что происходит сейчас в игре, то 2К это уже очень хорошо, так как 75-80% всех игроков, даже косарь, откидать не могут на любом уровне. Кстати, если взглянуть на Химеру, то сразу же пугают размеры танка. Он не маленький, но все равно профиль низкий, хоть и гиперширокий, будто он попал под пресс, поэтому данный фактор вообще не мешает играть. В общем, получился некий универсальный солдат с уникальным геймплеем, что очень ценится в этой игре, которая забита бесполезным мусором. Что касается финансовой стороны, Химера отличный фармер. Но, как и в случае с Революризе, мне было сложно одержать победу, так как в течение получаса мне ВБР закинул отборных дебилов, цель которых в этой игре мне вообще неизвестно. Но это явно не победить и не играть в привычной, нормальной для людей манере. Тем не менее, даже на сливах можно весело фармить по 70-80 тысяч, ибо настреливать 3К с такими идиотами с обоих сторон не составляет вообще никакого труда. Поэтому данный танк просто must have быть у каждого любителя этой игры. Двигаемся далее. Естественно, этот топ не мог обойтись без Чифтейна МК-6. Да, я в курсе, что это премиализированный танк, а не премиумный, но он фармит, он нагибает, и это десятка, что цена для каждого типа игрока. Во-первых, ты играешь в максимально лучших условиях, 11 уровня пока еще не ввели. Далее, ты фармишь не во вред показателям статистики, то есть подойдет для статиста и для любителя создать твинг. Ну и, конечно же, из-за большого количества опыта ты получаешь больше серебра. То есть фармить на десятках можно, и Чифтейн отлично с этим справляется. По факту, это гремучая смесь коня и ФВ-215-го Б. Танк взял все самое лучшее от них обоих и конкретно трясет рандом. Не думаю, что вы не знаете про него, про все его возможности. 3167 единиц урона в минуту, отличный УВН в 10 градусов, 260 пробития, альфа в 400, почти 2500 хп. Прекрасная лобовая броня, за исключением лючка, который ВГ максимально игнорирует. Оттуда часто залетает фугас на фулку. Прекрасное сведение в 2,8 секунды и приятный разброс. Короче, в этом тяже сосредоточились одни плюсы. Я до сих пор удивлен, что его не тронули, а даже еще и апнули, наряду с остальными тяжами 10 уровня. Это круто. Я бы его сделал топ-1 во всем, но возможность того, что его понерфит, есть. И это все-таки минус. Что касается фарма, то за 3000 дамага можно поднять от 65 тысяч серебра и выше, в зависимости от опыта и эффективности. Что ранее было на 10 уровне просто фантастикой. Сейчас уже, конечно, не так, но все же он произвел несгладимое впечатление. Этот танк лучший, поэтому покупайте его даже не раздумывая. И завершаем этот топ самым лучшим премом на сегодняшний день. Это, ну вы не поверите, советский тяжелый танк ИС-5. Чего, блядь? Как бы я его ненавидел, какими бы матами я бы его не крыл, он все равно остается... Ха, дерьмом! Я вас всех ны**ал. Хе-хе-хе-хе, представляю ваши лица. Нет, конечно же, он разочарователен во всем. Лучшим из лучших является Эмиль1951. Я был в восторге от этого танка еще в момент, когда его должны были только ввести в первый раз. Но по результатам тестов признали им бой и отправили на кастрацию. Но разработчикам стало его жалко, и они лишь чуть-чуть подрезали ему пенис, чтобы он сходу не разрывал технологические отверстия, в которые будут его применять. Это в натуре дичь, а не танк. Наверное, для меня это первый прем, на котором можно делать 3К среднего на восьмом уровне. Уж страшно представить, сколько смогут на нем высрать главные статисты этой игры. Чем он крут? Да всем, на самом деле. Комфортный барабан, каждый снаряд которого снимает в среднем 310 хп при пробитии в 230 мм. В 230, Карл! КД между выстрелами всего 3 секунды, что позволит за 6 секунд впороть косарь урона. А это половина любого танка на восьмом уровне. Далее Эмиль КДшится. Да, он делает это долго, поэтому рашить на нем не имеет смысла. Зато после мы выкатываемся и добираем любой танк. В таких перестрелках неважно, как часто стреляет противник. В любом случае это будет один выстрел против ваших трех. А КД в любом случае по разные стороны баррикад. 3 барабана, 3К урона. Надо быть полным идиотом, чтобы сдохнуть раньше. Да, не всегда успеешь их реализовать, это факт. Турбо-сливы и турбо-вины не отменяет никто. Но в основном 3 барабана откидать очень просто. А это уже 3К урона. Чтобы совсем обоссовать лица противника, ему накинули дьявольски много брони в башню и дали потрясающий угол наклона, что делает Эмиль неуязвимым при игре от препятствий. Единственный существенный минус, который образовался, кстати, благодаря тому нерфу, это маневренность. Танк еле ворочится, еле-еле набирает скорость, что в критических ситуациях дико бесит. Но отчасти это можно решить в форсаже. Танк тяжело достать. Он пока был только в сундуках, поэтому в рандоме не так много его. Но если вдруг он появится, то вы знаете, что делать. За хороший бой Эмиль принесет за 100 тысяч серебра. И в среднем фарм на нем начинается от 80 тысяч, что изумляет просто. Хуже у меня получалось при турбо-победах. Ну, там любой танк раздвигает ноги. Поэтому на данный момент это лучший премиум танк в игре. Хотите верьте, хотите нет, это факт. Вот такой интересный топ у меня получился. Напиши в комментариях, согласен ты или нет. Если нет, то предлагай свой. Посмотрим, от чего народ больше тащится. Обязательно поддержи видос лайком, чтобы YouTube просто охренел от такой активности и продвинул ролик в рекомендации после дикого перерыва. Ну, а я... А я удаляюсь сделать следующее, в котором мы завтра и увидимся. Продолжение следует...